Мэр хочет создать вторую муниципальную управляющую компанию, в то время как первая идет ко дну. Широко разрекламированная организация, которая едва начала работу, уже испытывает не лучшее финансовое время, потому что при создании на предприятии уже висел многомиллионный долг. Выяснилось это только сейчас, когда депутаты заговорили о снятии руководителя с должности. Кто теперь оплатит коммунальную задолженность, выясняла Юлия Мавшевич. Люди жаловались, вы знаете, не конкретно на работу управляющей компании, а персонально. Ну не понравился человек, ну наверное вот так. Галина Николаевна присутствовала на той комиссии в гурсовете, где обсуждали работу муниципальной управляющей компании и не разделяет мнение недовольных депутатов. В их доме на Можайского 16 декабря воцарился порядок. В подъездах чисто, газоны ухожены. Сегодня начали менять электрооборудование, требующее ремонта много лет. Пускай и делает это муниципалитет руками конкурирующей подрядной организации. Все равно, главное теперь Галина Николаевна знает, на что уходят ее коммунальные платежи. Я прихожу в управляющую компанию, мне нужен баланс. Пожалуйста, сколько у меня на капитальный ремонт накоплено, у нас спецсчет. То есть сколько, сколько неплательщиков, сколько все. Я владею этой информацией, я ее знаю. Только эту прозрачность не разглядели в гурсовете и рекомендовали руководителям муниципальной управляющей компании снять с должности. Когда мы создавали управляющую компанию, мы говорили, мы должны показать всем, как надо работать. А теперь люди говорят, отчетности нет, диалога с руководителем найти не могут. Тогда зачем такой руководитель? В мэрии говорят, нареканий к работе ни руководства, ни самой управляющей компании не было, кроме одного, постоянно растущей за должности организации. Создавался бюджетный коммунальный конкурент на базе предприятия, обслуживающего дороги, с финансовым хвостом в 10 миллионов рублей. Еще 6 миллионов долга накопили за этот год. В дома приходится вкладывать больше средств, чем покрывают жители, говорит директор муниципальной управляющей компании Павел Михеев. Отсутствие контрактов на уборку и содержание дорог муниципальных, то, когда достаточный контракт для того, чтобы можно было содержать персонал, который непосредственно занят этим видом мирового. И вторые убытки – это именно управление многоквартирными домами. На 1 января жилищный фонд составлял 17 домов, сейчас 21. Этого количества домов недостаточно. Чтобы выйти на уровень рентабельности, муниципалитету нужно обслуживать хотя бы 80 домов. Ну а пока их нет. Гасить долги городская управляющая компания собирается через кредиты, продажу невостребованного имущества и за счет жителей многоквартирных домов. За управление была изначально цифра 10% от тарифа. Сейчас мы с вновь прибываемыми домами и с домами, которые находятся в обслуживании, проговариваем на собраниях, выносим вопрос о том, что эту ситуацию нужно поднять до 15. В городе Красноярске, если мы убираем муниципальную управляющую компанию, минимально где-то порядка 30% от тарифа берут управляющие компании. На 10% это тяжело очень выжить, поэтому немножко увеличивается. Пока в мэрии готовят план финансового оздоровления одной управляющей компании, начали говорить о создании второй, но уже с нуля, без долгового прошлого и с пониманием того, как на самом деле создается этот коммунальный рай. Юлия Мавшич, Виталий Суботин, Новости ТВК.